Военная аналитика США Скотт Риттер в одном из своих недавних интервью поделился мнением о ходе специальной военной операции России на Украине. По мнению американского аналитика, Россия действует крайне осторожно. Отметим, что Скотт Риттер является довольно заметной в американском обществе фигурой. С 1991 по 1998 год он являлся инспектором ООН по вооружениям в Ираке. Впоследствии он стал критиком внешней политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. После вторжения в Ирак в 2003 году Риттер настаивал, что никакого серьезного оружия массового поражения у Саддама Хусейна нет и, как потом выяснилось, оказался прав. В своем интервью Скотт Риттер высказал следующее мнение о действиях российской армии. «Я анализирую как военный. Я провел много лет в начале своей карьеры, изучая тактики сближения и уничтожения советских войск с помощью маневрирования огневыми возможностями. Я знаю этих ребят. Я изучал их 35 лет. Их доктрину и снаряжение, тактику и операции. То, что мы видим – это классическая многовекторная стратегия. Ее цель – связывание вражеских сил, удержание их на местах, уничтожение командных пунктов, окружение вражеских сил и захват стратегически важных объектов. Обход укрепрайонов, где сражение было бы слишком интенсивным. Просто не дать перехватить инициативу. Скорость продвижения российских войск высока, поэтому если кто-то говорит медленно – нет, это не медленно, это самое быстрое продвижение войск в истории. Особенно учитывая, что украинская армия насчитывала 260 тысяч личного состава, обученных и экипированных по стандартам НАТО, с прочно увязанной системой командования, эффективно управляемые офицерами. Также стоит учитывать поддержку 200-300 тысяч резервистов, вспомогательных подразделений и служб. Итак, русские начали с численностью 190-200 тысяч солдат противостоять силе в 600 тысяч солдат. Обычно в начале кампании атакующая сторона стремится сформировать численное превосходство войск, по сравнению с обороняющейся стороной 3 к 1 в свою пользу. Русские же начали операцию при перевесе 1 к 3 или 1 к 4 на стороне Украины. Одна из причин тормозящих продвижения русских – это то, что российская сторона заявила о намерении избегать жертв среди украинских военных. Для меня, как и для всех, было абсолютной неожиданностью, что они начали операцию с одной рукой, связанной за спиной. Продвижение очень спокойное и очень аккуратное. Русские пытались договориться со всеми, кто занимал укрепленные позиции, в попытках свести к минимуму жертвы среди гражданских и разрушения городских объектов. Русские продемонстрировали отказ от уничтожения украинских солдат в их казармах. А ведь они могли. Вместо этого они позволили им мирно спать и заявили «Мы предпочитаем, чтобы вы остались в своих казармах и отказались от сопротивления, потому что наши претензии не к вам, мы охотимся на рыбу покрупнее». Но украинцы решили сражаться, но они противостоят прекрасно обученной и прекрасно оснащенной российской армии, которая обладает тактическими и оперативными преимуществами. И украинцы проигрывают. Проигрывают безнадежно. И я думаю, что совсем скоро мы увидим полномасштабную сдачу, когда у них закончатся боеприпасы, закончится еда, закончится питьевая вода и горючее. И они окажутся перед выбором – бесполезное сопротивление или смерть. Далее ведущий Ли Кэмп задает следующий вопрос. В американской пропаганде много говорится, и я могу привести к примеру вашу цитату в Твиттере. «Практически все, что сказано на западных каналах о действиях русских в Сирии, неправда. На ваш взгляд, как российские войска относятся к жертвам среди гражданского населения?» Скотт Риттер отвечает. «Российские войска намеренно лишили себя огромного преимущества современной военной доктрины. Это решительное преимущество в огневой мощи. Я бы даже сказал абсолютное превосходство. Обычная стратегия русских – локализовать цель и выжать локацию плотным огнем артиллерии, систем залпового огня, минометов. А затем прокатиться бронетехникой поверх всего до тех пор, пока не будет локализована новая цель. И процедуру придется повторять. Тактика крайне эффективная. Если ее применять к вражескому формированию, расположенному в городской застройке или в густонаселенном пригороде, это бы привело к гибели десятков тысяч мирных жителей. Но русские отказались от этой тактики. В своей военной операции они ее нигде не применяли. Когда они совершают обстрелы, они руководствуются данными разведки, о возможностях врага и его местоположениях. В любом случае, когда происходят боестолкновения в районах, где проживают люди, люди платят самую высокую цену. Но утверждать, будто русские намеренно выбирают целью гражданское население – это абсолютное искажение действительности. Русские очень-очень аккуратны в использовании вооружений. Когда они используют тяжелое вооружение, к примеру, в Харькове, они использовали систему залпового огня в боях в частной застройке. Но чего западные СМИ вам точно не расскажут, так это то, что русские отправили до этого разведгруппу в тот район, которая попала в засаду, организованную украинскими военными, которые укрепились в этом районе. Это превращает этот район в законную боевую цель. Мне очень жаль, но таковы правила. Если вы приняли решение обороняться в жилых кварталах, это уже не военное преступление, если по этим кварталам ударят русские. Однако я думаю, в одном аспекте русские все же терпят поражение. Это в плане пропаганды. Я не говорю, что мне хотелось бы, чтобы русские врали, но хотелось бы, чтобы они представляли свою точку зрения в этом противостоянии. То, чему они противостоят, это не только пропаганда со стороны украинского правительства. Надо учитывать, что ЦРУ тесно сотрудничает с украинским министерством информации. И ЦРУ ответственно за то, что мы сейчас называем информационная операция. Это операция под прикрытием, политическая акция, применяемая с разрешения президента США. И причина, по которой они должны получить разрешение президента, заключается в том, что ЦРУ обычно не имеет права манипулировать информацией, которая оказала бы влияние на американскую общественность. Они могут врать, они делают это весьма успешно, но им запрещено врать, если это повлияет на точку зрения американцев. И как раз этим они сейчас и занимаются. Они ведут дезинформацию. Или, скажем так, они ведут информационную операцию, хорошо продуманную, с целью добиться внутриполитического результата в России. Смысл, по сути, свержения власти. Они пытаются создать внутреннее недовольство в России. И они будут направлять это недовольство вместе с санкциями и политическими механизмами. Это все должно работать вместе. Санкции не работают сами по себе. Санкции направлены на определенный класс граждан в Москве, которых США считают ориентированными на Запад. И они закрывают этому классу доступ к выгодам от сотрудничества с Западом. То есть нарушают их жизненный уклад. Пропаганда на Украине не ограничивается преувеличениями украинских побед, что обычно делают военные. Или преуменьшением российских успехов. Это манипуляция информации в России и в Европе. Вспомним НАТО. Это недееспособная организация с позором выскочившая из Афганистана. Как вы можете их столкнуть с тем, что сейчас происходит? Как вы можете их заставить пойти против русских? Поэтому нужно запустить информационную операцию, призванную перекроить общественное мнение в Европе. Но и американская общественность также попадает под влияние пропаганды. Невозможно сделать так, чтобы ЦРУ навязывало мнение в Европе, а дома на CNN говорило, да это все вранье, это неправда. Они позволяют вранью жить своей жизнью. А для этого нужна санкция правительства. Таким образом, президент США завязан на операции, которые обманывают американскую общественность. И люди должны принять это к сведению. А вот какие комментарии под видео с интервью Скотта Риттера оставили иностранные зрители. Я подписался на Ли и буду распространять информацию как можно больше. Это видео со Скоттом Риттером умопомрачительное, мощное и глубокое. Спасибо обоим. Безусловно, самое информативное интервью по данной ситуации. Говорит ясно, понять неправильно невозможно. Отличное интервью Ли. Скотт Риттер никогда не разочаровывает своей проницательностью. Если вы не слышали это интервью Ли со Скоттом Риттером или другие интервью с ним об Украине и НАТО, то вы просто не знаете, что происходит. Пожалуйста, Ли, возьмите у Скотта еще одно интервью через несколько дней для обновления. Он должен появляться в эфире каждые несколько дней. Меня беспокоит, что Россия – это единственная страна, воюющая с фашизмом. Какой смысл в международных законах, если США и их союзники игнорируют их? На мой взгляд, Россия действует в целях самообороны. США и НАТО объявили войну России еще в 2014 году. Людям нужно сделать шаг назад и заглянуть в историю в поисках фактов, вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что началось пару недель назад. Все плачут по украинцам, но не по жителям Донбасса. Удобно. Спасибо тебе, Ли. Ценю, что ты продолжаешь борьбу. Скотт – величайший знаток истории. Отличное интервью. Намного легче понять позицию России и посочувствовать ей. Так приятно осознавать, что люди, способные видеть другую реальность, все еще существуют. Юджин, штат Орегон, на связи. Скотт Риттер – отличный гость. Спасибо, что пригласили его. Зарегистрировался на Patreon, чтобы поддерживать вас. Наличие неонацистского режима на вашей границе, стремящегося приобрести ядерное оружие и разместить у себя американские лаборатории для биологической войны, кажется мне достаточным основанием для начала военной операции. Ли. Несколько месяцев назад мне казалось, что вы просто пропагандист России, но в последние три недели мои глаза открылись, и вы легенда. Я британец, живущий в США за свои грехи. Спасибо, что несете правду в мир, полный лицемерия и лжи. Невероятный Скотт Риттер – единственный, кого я знаю, кто говорит все как есть. Либо у него хрустальный шар с предсказаниями, либо он хорошо образован и понимает политику Ближнего Востока и Европы. Конечно, Путин, Россия, спланировали все заранее, знали о последствиях, успехах и трудностях. Он играет в шахматы, а Запад играет в фильмы про героев. Отличная работа, Ли. Будем вас поддерживать. Спасибо за правду, Скотт. Полностью согласен. После 2014 года началась антироссийская политика. Нацисты начали подниматься. Нацисты маршировали по Киеву с криками москалей на ножи. Жители Донбасса не хотели жить с этим киевским режимом. И в Одессе тоже были митинги, но они были подавлены нацистами. И вот уже 8 лет идет война на Донбассе. Зеленский мог остановить войну на Донбассе, но он послушал нацистов. Он действительно марионетка нацистов. И сейчас, во время конфликта, он продолжает отдавать идиотские приказы и убивать солдат. Хотя, если бы он сдался и пошел на переговоры, все эти солдаты вернулись бы в свои дома уже через месяц. Зеленский раздал жителям Киева автоматы, просто всем желающим. И в Киеве начался бандитизм. Надо было просто сделать то же самое, что предлагал Советский Союз сделать с Германией после Второй мировой войны. Сделать ее демилитаризованной и нейтральной страной. Говорю это как немец. Очень надеюсь, что скоро что-то произойдет, чтобы избавить Европу от этого и от продвижения НАТО. Я полностью поддерживаю Россию в этом вопросе. Печально то, что происходит с Украиной. Но я не могу отрицать то, что Россия имеет свои права или скорее обязательства по защите своего народа. Провокация – это преступление, похуже того, что она провоцирует. Это видео больше недоступным в большинстве стран. Но копии есть на других платформах. Абсолютно блестящее интервью с экспертом в этой области. Скотт абсолютно прав во всем, что он сказал. Я англичанин, живущий в Москве с женой и тремя мальчиками. И нам здесь очень нравится. Нам нравятся школы, еда, люди, страна. Мы любим жить здесь. Кстати, все Макдональдсы здесь уже закрыты. И все люди, которых мы знаем, говорят прощайте и никогда не возвращайтесь. Так что, как только вы уйдете, безнадежные западные компании, уходите и никогда не возвращайтесь. Потому что мы не терпим вмешательства извне и шантажа. Особенно со стороны США и моей разлагающейся родины, Великобритании. Всем хорошего дня и мира, где это возможно. Украина всегда была краеугольным камнем в американской концепции дестабилизации России. Украина была краеугольным камнем. И знаете, посеете ветер, пожнете бурю. Вот мы и пожинаем свои плоды. Россия не заглотила наживку. Она превратила нашу ловушку в ловушку для нас. Все, что Россия сейчас делает, во всяком случае, в моем понимании, они знали об этой ловушке долгие годы. И они подготовили правила игры, подготовили свои позиции таким образом, чтобы в ловушку попали как раз не они, это НАТО попало в ловушку. Хотите убедиться, посмотрите на панику на саммите НАТО сегодня. Они говорят об единстве, нет никакого единства. НАТО перепугано до смерти и не знает, что делать. И Россия всего лишь предисловие показала, это даже не военный ответ, это только экономический аспект их ответа. Помните, как Джо Байден хвалился, что он посмотрел Путину в глаза, пытаясь показать, какой он крутой. И он говорил, если вы тронете Украину, мы используем самые мощные в мире экономические механизмы. И он как бы намекал, что у него на уме. Мы отключим вас от Свифта, мы арестуем ваши активы, и Путин такой, ладно, спасибо. И Путин вернулся в Москву, ребята, расклад такой, что мы можем сделать. И они продумали план игры. И сегодня они выложили крупную карту на стол. Вы видели, что сделал Путин? Он объявил, что Евросоюзу придется покупать газ и нефть за рубли. И это просто грандиозно. Вы просто замерзнете, если вы не будете покупать рубли. Вы с голоду помрете. Все хорошее, что у вас есть в жизни, все прелести западного образа жизни. Попрощайтесь с ними. Потому что, опять же, США в ралли Европе. Вспомните, Байден говорил, у нас есть план, ребята. Не беспокойтесь насчет газа. Мы вам дадим столько, сколько вам надо, и столько нефти, сколько надо. И когда пришло время, мы говорим, простите, у нас не было никакого плана. Никакого газа, никакой нефти. Америка сейчас бегает везде с медной кружкой для подаяний. На коленях просят у Венесуэлы. У Николая Мадуро, которого мы несколько раз пытались свергнуть, и с таким позором называли президентом Гуайдо. А теперь отправляем... Сказка закончилась. Бедного посла, который ползает на коленках и умоляет, нам нужна ваша нефть. Мадуро его выслушал, но он не играет в эти игры. Иран. Ядерная сделка, это мертвец, которого сбросили с моста. Мы уже ничего не можем сделать. Вспомните все, что говорили об Иране. Злобные ущищрения, баллистические ракеты, худшие люди в мире. Вы худшие люди в мире, вы позор планеты, вы... Нефть. Давайте сделку заключать. Мы согласны. Вы взорвали саудовские нефтекомплексы. Ай-яй-яй, но мы все равно в сделке. Вычеркнули стражей революции из списка террористов. Да, нет-нет-нет, не волнуйтесь, мы с вами по-честному, потому что нам нужна ваша нефть. У нас нет запасного плана. Алжир, сказки конец, никакого газа. Если кто-то и продаст газ, этого недостаточно. Вот почему немцы сейчас... Я не буду говорить, что я обычно говорю, что они делают кирпичами. Потому что они поняли, что все кончено. Скотт, какой смысл в санкциях против российского Центробанка, если США не могут перечеркнуть свой внешний долг России? Они не смогут. У нас самые тупые люди на Земле, вот почему. Ну серьезно. Я не могу представить кого-то еще тупее, чем главу кабинета контроля внешних займов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!